В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Будущие исследователи и доктора наук. В департаменте образования наградили призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников. Новые технологии в обучении дошкольников. Воспитатель из Сарова стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса. Быстрее, выше, сильнее. На стадионе «Авангард» прошел традиционный спортивный праздник. Далее расскажем обо всем подробно. В департаменте образования прошел торжественный прием победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В Саровчане традиционно входит число лидеров Олимпиады по математике, физике, русскому языку, экономике и географии. Кроме того, старшеклассники были награждены за успехи на региональном этапе Олимпиад. Подробнее о церемонии награждения расскажем в следующем репортаже. Эти мальчишки и девчонки посвятили свою жизнь изучению научных дисциплин уже со школьной скамьи. Биология, химия, физика, русский, английский, немецкий языки. За высокие результаты в Олимпиадах по этим и многим другим предметам ребята получили дипломы и памятные подарки. Вы показали высокие результаты, вы продемонстрили действительно каждую победу над собой. Я 11 классу желаю поступить в те вузы, которые они хотят, добиться тех успехов, которые они для себя нарисовали дальше. Ну а для 10-классников, 9-классников я искренне желаю, чтобы здесь в следующем году мы вручали дипломы за заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. С приветственными словами поздравлений и пожеланий дальнейших успехов на выбранном пути к старшеклассникам обратились представители администрации ядерного центра, особо отметив настойчивость ребят в достижении поставленных целей. Уже то, что вы выигрываете Олимпиаду, то, что вы их участвуете, стремитесь в них быть и быть лучше, уже говорит о том, что у вас сформировался характер. То, что без характера ничего быть не может. На торжественной церемонии награждения были отмечены и наставники школьников. Учителя и педагоги дополнительного образования также получили грамоты и ценные подарки. В их числе был и сотрудник ядерного центра Константин Павлунин. В свободное от работы время он занимается с учениками в рамках проекта «Молодые таланты Сарова». Это совместный проект ВНЕФ и Департамента образования в рамках подготовки талантливых детей к Олимпиаду в различном уровне. Глядя на своих воспитанников, Константин вспоминает свои школьные годы. Увлекшись с ранних лет математикой, он тоже участвовал в различных Олимпиадах. Теперь мужчина помогает постигать азы этой сложной науки одаренным детям. Детей, конечно, тяжело готовить, но все зависит от того, как к ним относиться, какие взаимоотношения у вас с детьми. Это нелегкий процесс, но мы справляемся. Также на торжественном приеме в Департаменте образования отметили большой вклад директоров школ в поддержку талантливых и целеустремленных ребят и их наставников. В Нижнем Новгороде прошел финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Саров представлял воспитатель детского сада номер 15 Татьяна Кощеева. Жюри присудило Саровчанке первое место и звание победителя. В ноябре этого года Татьяна Кощеева будет защищать честь региона в финале Всероссийского конкурса. Работа с маленькими детьми всегда привлекала Татьяну Кощееву. Для нее малыши – это источник вдохновения и жизненных сил. Дети открыты чему-то новому, стараясь дать своим воспитанникам как можно больше знаний Татьяны Кощеева и сама находится в постоянном саморазвитии. Каждый день у нас проходит в рамках какого-то, можно сказать, мини-проекта, мы постоянно что-то узнаем. Каждый день для нас это очень интересный день. И мне это очень дорого давать именно детям новые знания, потому что до этого они его нигде, возможно, даже и не приобрели. Сейчас на попечении Татьяны Кощеевой ребята подготовительной группы. Дети испытывают к своему воспитателю искреннюю любовь и уважение. Татьяна Владимировна очень хорошая, добрая, я очень много чего узнала. Татьяна Владимировна очень хорошая, добрая, красивая. Она очень хорошо читает книжки и рассказывает. В своей работе Татьяна применяет различные методики, делая упор на логические способности детей. Для участия в региональном этапе конкурса воспитателей Татьяна представила свои разработки, показала занятия по математике и основам финансовой грамотности. Женщина не обошла вниманием и современные технологии. Мы разработали интерактивные карты, когда ребенок, нажав на определенную клавишу интерактивной доски, оказывался в том месте, где бы он хотел попутешествовать. Также была аудиозапись других детей, которые рассказывали об этом месте. И к муниципальному, а затем и к региональному этапу Всероссийского конкурса воспитателей Татьяне Кощеевой помогали подготовиться ее коллеги. Большая честь. Мы впервые участвовали в конкурсе такого уровня. И очень рады, что оказалась победа Татьяны Владимировны достойной на областном нашем уровне. В ноябре Татьяна Кощеева отправится на федеральный этап Всероссийского конкурса, который пройдет в Московской области. В заповеднике имени Смедовича на территории Пуштинского участкового лесничества горят и тлеют завалы последствий природных пожаров 2010 года. В связи с пожароопасной обстановкой в Темниковском районе, в Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации. На месте возгорания работает аэромобильная группа МЧС России, а также сотрудники и техника заповедника. Кроме того, с пожаром помогает бороться автоколонна Сарова. Площадь пожара составляет около 30 гектаров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Последний звонок для саровских выпускников прозвенит четверг 23 и в субботу 25 мая. Как сообщили в Департаменте образования, в этом году школа окончит 477 ребят, на 10 меньше, чем годом ранее. В большинстве саровских школ торжественные линейки пройдут в субботу. Раньше всего 23 мая последний звонок прозвучит в 16 и 17 школах. 23 мая в Центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. У саровчан будет возможность пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Телефон для справок 7 92 70. Кинозал городской художественной галереи приглашает саровчан на примеры документального фильма «Девушка с жемчужной сережкой». Это лента об одной из самых известных картин в истории искусства, которую в середине 17 века написал выдающийся нидерландский художник Ян Вермиер. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 23 мая. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Парикмахер из Сарова выступил на 16-м открытом отборочном чемпионате Приволжского региона по парикмахерскому искусству. За 25 минут мастеру предстояло сделать прическу длинновобрачной. По итогам чемпионата парикмахер-стилист заняла первое место. Получила путевку на всероссийские соревнования и повысила свою квалификацию до категории «мастер». Подробности далее. Начался сезон свадеба выпускных, а это значит, что у парикмахера-стилиста Марии Беляковой нет ни минуты свободного времени. Мария рассказывает, что сегодня у юных красавиц особой популярностью пользуются объемные плетения и 3D-косы. Эти прически не занимают много времени и эффектно выглядят. Опыт и мастерство в Саровчанке оценили на региональном чемпионате по парикмахерскому искусству. Мне захотелось, чтобы меня оценили именно профессионалы в плане чистоты, геометрии, вообще в принципе стилистики в целом, как это подходит к лицу. Базовые знания по парикмахерскому делу Мария получила в нашем городе и практически сразу поняла, что нужно развиваться дальше. Стала ездить на курсы, повышать квалификацию. Выиграла городской конкурс среди прихмахеров и задумалась о покорении новых вершин. Участникам чемпионатов по парикмахерскому искусству не обойтись без помощи наставника. Он, как тренер в спорте, считает Мария, поможет и словом, и делом. Это мастер, который четко знает правила, четко знает, что нужно предоставить в той или иной номинации и, в принципе, подготовить, чтобы это было выигрышно. Множество соперников и только 25 минут на выполнение задания. Участников чемпионатов среди прихмахеров ставят в непростые условия. Чтобы уложиться в регламент, мастера заранее продумывают все до мельчайших деталей. При создании прически на каждую прядь отводится определенное количество минут. Она должна соответствовать образу, сочетаться с платьем и макияжем. На чемпионате Мария выполнила прическу для новобрачной. Конкурсы дают владение волосами, техникой. Это, конечно, безусловно. Но здесь еще у тебя включается владение собой, стрессоустойчивость. По итогам конкурса Мария заняла первое место, получила категорию «Мастер» и путевку на чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. На базе лагеря «Гайдар» прошел традиционный заезд, посвященный Дню Семьи. В нем приняли участие более 300 человек из профсоюзной организации ядерного центра. В программе заезда лазертак, пейнтбольный тир, зоны семейного отдыха и множество других развлечений для детей и их родителей. Самые юные гости приняли участие в квесте, который посвятили Году охраны труда и безопасности жизнедеятельности в госкорпорации «Росатом». Из ярких водных пистолетов юным пожарным в желтых касках предстояло потушить условный огонь. На одной из станций квеста под названием «Скажем, да, охране труда» ребята вспомнили о правилах поведения при обращении с огнем. По сценарию квеста команды спасали сказочного героя, собирая подсказки по территории лагеря. Этот год в госкорпорации объявлен годом охраны труда и годом безопасности жизнедеятельности. Соответственно, мы руками и ногами за, потому что это семья, а семья без безопасности не бывает. Как вести себя на пешеходном переходе, как пользоваться электрическими приборами и какие правила поведения в быту помогут избежать неприятных ситуаций. На эти другие вопросы участникам квеста помогали отвечать модераторы – друзья безопасности. За правильный ответ они давали командам подсказки буквы, из которых нужно было составить ключевое слово. У нас все получалось, мне очень понравилось и всем ребятам тоже. Надо знать правила безопасности дома, на улице. Алена Сычева заканчивает первый класс. На традиционный семейный заезд в Гайдар она приехала вместе с папой. Александр Сычев даже на отдыхе не выпускает из рук фотоаппарат. Его задача – запечатлеть самые яркие моменты семейного заезда, эмоции победителей и улыбки детей и взрослых. Каждый год по-своему интересен, потому что своя программа индивидуальная. Люди и дети разные приезжают. То есть тут уже идет как бы смена поколений потихоньку, потому что в основном приезжает молодежь с детьми, с маленькими. Они вырастают, приезжает другая молодежь с другими детьми. И поэтому всегда очень интересно. В этом году в Гайдар приехало более 300 человек из профсоюзной организации ядерного центра. Организаторы подготовили для участников множество развлечений, на любой вкус. Именно такой семейный отдых дает огромное сплочение коллектива. Ведь когда люди с семьями вместе отдыхают, в этой атмосфере, в этой вот такой неформальной обстановке завязываются новые связи, дружбы. Настроение каково? Мы! В рамках празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на стадионе «Авангард» прошел спортивный праздник. В нем приняли участие сотрудники ядерного центра, члены их семей, работники городских организаций и ветераны. Помимо соревнований в различных видах спорта, желающие могли сдать нормативы ГТО. О том, как проходили традиционные соревнования, расскажем в следующем репортаже. Прыгать только вместе, наклоны обязательно синхронно. Бежать, держать за скакалку, чтобы участники команды не отставали. В этом году организаторы впервые включили легкоатлетический экстрим в программу праздника. Всего спортсменам предстояло на время преодолеть шесть этапов, на каждом из которых они выполняли силовые упражнения. Первые приседания, выпады, пресс, тачка, это надо за ноги держать, человек, он идет на руках, бёрпи и турник, и между ними кросс. Всего в легкоатлетическом экстриме участвовали 12 команд, в каждой по 4 человека. Между упражнениями никакого отдыха, только бегом от этапа к этапу. Эти соревнования требовали от спортсменов хорошей физической подготовки. После финиша сил у некоторых практически не осталось. Все очень понравилось, очень интересно, увлекательно. Конечно, было чуточку сложно, потому что форму надо подтягивать. Но не только молодежь могла попробовать свои силы в спорте. Особое внимание уделили ветеранам. Помимо интеллектуальных видов спорта, шашек и шахмат, в этом году организаторы включили в программу праздника скандинавскую ходьбу. Небольшая разминка перед стартом, и пенсионеры отправились в спешую прогулку по улицам города. Любовь Михайловна Власова впервые приняла участие в таких соревнованиях и осталась довольна проведенным временем. Нам приятно, что город любит праздники спортивные, что поддерживает молодежи очень много сегодня. И мы, в свою очередь, пенсионеры, не остались равнодушными. Нам тоже захотелось поучаствовать. Спортивный праздник, организованный ядерным центром, уже давно стал традиционным. На него приходят с семьями. Пока одни боролись за лидерство на дистанции или за игровым столом, другие поддерживали своих близких. С приветственными словами к участникам обратились представители ядерного центра и профсоюзной организации. Этот год в ядерном центре объявлен годом охраны труда и здорового образа жизни. И, безусловно, спорт, физкультура – это наше здоровье, это здоровье нашего предприятия. Всего в спортивном празднике приняли участие около 200 любителей активного отдыха и здорового образа жизни. Для каждого нашлось занятие по душе. Пока одни обливались потом на беговой дорожке, другие вели молчаливый спор, разыгрывая партии в шашки или шахматы. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Константин Перевозчиков. Константин Перевозчиков.